Сейчас сниму красивую церковь. Ванечка, нам расскажешь подарение. Давай. Георгий Рублев, Ванечка. Это было мое красное. Нарастал у стиль за стогобой. Девочка немецкого заметила. Наш солдат на пыльном стогой. У столба дрожала стояла. Голубых розов на шуточках. И куски встречающего металла, шмирь и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как ручаясь летом, он свою дочь уху целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его роду расстрелял. Но тогда в Берлине под остром полз боец, и тяло на слоне девочек в коротком плачке белым. Осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детку, подарили радость и весну. Левридовые армии советской. Люди, победившие в войне. Ну, дальше я что-то забыл. Вспоминай сунай. Вполне хорошо. Забыл, да? Ну, что, молодец. Что тебе, чеки, сказала? А, еще. Ага. И в Берлине, и в праздничную дату было двигано, чтобы стоять века. Памятник советскому солдату. Здесь девочка спасена на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как боец, светящийся в обле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Ну, за остановки мне учительница поставила четвертое место. Ты так быстро все сказал, мы похлопать не успели. Да, да. Ладно, хлопаем. Я даже не... Да. Ого. Что я тебе сказал, учительница говоришь? А? За остановки четвертое место мне поставили. Да? За остановки? За остановки. А? И за... А. И еще там баллы родители ставили. И за остановки, вот. Расслышал. Я понял. Ты знаешь, что мне ставили одна, мама, мне... То есть, одна какая-то женщина, мне поставила десятку. Надо же. А все остальные девятки и восьмерки. Ну, ладно. А он тебе поставил тоже десятку. Мне даже нравится. Что? Вот. А тебе любишь, что тебе поставила? Девятку. Вот видишь, а я поставила тебе десятку. Да ладно, ладно. Э, а там нельзя выбирать своих детей. Нельзя. Ну, раз она тебе девятку поставила.